МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый раз это как мостик в прошлое, с хорошими воспоминаниями о незабытых мелодиях. Уже и перечисли трудно всех тех, кто за годы фестиваля выходил на его сцену, но независимо от моды и времени, золотой шлягер продолжает дарить музыку молодости. Для вас поет Юрий Лазар. АПЛОДИСМЕНТЫ Певец, композитор и автор песен Юрий Лаза, уроженец Свердловска, закончил экономический вуз, начинал свою музыкальную карьеру с выступлений в ресторанах и стал известным музыкантом. Сегодня Юрию 63 года, и он впервые в Могилеве на золотом шлягере. Ему маленький плод по-прежнему дарит публике надежду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий, вас приняли, вам понравилось, как приняло Могилевской? Замечательно приняли, замечательно. Прекрасно слушали, прекрасно реагировали, все вовремя сделали. Самый хороший зритель – тот, который реагирует правильно. Ваши правильно отреагировали. Ну что, в своем! И снится нам мирок, как я смотрю, Палитра золотого шлягера 2017 «Звездная». Девять стран, десятки артистов и ищеты. ПАСИЧЕСКАЯ МЕЛОМАНОВ Вот и сейчас неутомимый Африк Симон – просто море позитива, энергии и обаяния. А ведь ему на минуточку 61 год. Своим Хафанана он снова говорит – это не просто строчка из песни, это принцип жизни. ПАСИЧЕСКАЯ МЕЛОМАНОВ Нужно жить по принципу «Хафанана». Если появляется какая-то проблема в жизни и кажется, что все плохо, когда утром открываешь дверь своего дома, скажи «Хафанана» и все наладится. ВИА «ДОБРЫ МОЛОДСЫ» Впервые название ансамбля прозвучало в 1969 году. Благодаря песням Юрия Антонова, сотрудничеству с Давидом Тухмановым, а также оригинальным обработкам русских народных песен, «ДОБРЫ МОЛОДСЫ» постоянно собирали полные концертные залы и дворцы спорта. И хотя советская вокально-инструментальная эра уже позади, участники ВИА сегодня будто бы поворачивают время вспять. По ощущению, на сцене и в зале год эдак 1975-й, когда и артисты, и зрители были молоды. За такими чувствами и идут на концерты «Золотого шлягера». Не все песни становятся шлягерами. Для этого нужно иметь чутье на шлягер. И все. Любимые мелодии «Золотого шлягера» собирают аншлаги, а еще дарят теплые встречи. Ой, Маринка! Ой, иди сюда. Ты самая красивая такая. Вот, это «Золотой шлягер». Радость встречи, Мариночка Хлебникова. Именитые исполнители и известные ведущие не отказывают себе в удовольствии побывать на фестивале в Могилеве, потому что любят его атмосферу. Это единственный фестиваль, это единственная сцена, куда я продолжаю выходить. Это «Золотой шлягер». И я рада, что меня приглашают. Это очень приятно. Потому что в свое время отказалась от всех концертов ввиду занятости. Но «Золотой шлягер», конечно, я пропустить не могу. И спасибо, что вновь вы пригласили. Я в Могилеве. Под двоими руками, под двоими руками ланится сердце вверх. О любви на шлягере больше всех пел этот дуэт Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Муж и жена последний раз в Беларуси были 25 лет назад. Горячему приему несказанно обрадовались. Удалось удивить зрителя и совместным номером с белорусской группой «Тени толкай». Это экспромт, и он удался. Музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» учредили в 1995 году. Он был крупнейшим фестивалем ретро-музыки в Европе. Конечно, сегодня у него иной размах. И с огромной ледовой арены концерты вернулись в уютный зал Дома культуры области. Но от этого осеннюю неделю «Золотых шлягеров» не стали ждать меньше ни артисты, ни публика. Фейерверк эмоций. Это было масса впечатлений, приятных, положительных. Причем мы позарядились шикарной энергией. Так что осень нам нипочем. Настроение чудесное. Это было просто, знаете, крылья. Кажется, я вышла и думаю, какое счастье, что я смогла вот этот концерт послушать. В шлягерный формат на этот раз прекрасно вписалась опера. С оркестром народных инструментов имени Леонида Иванова концерт дала Чита Аюшеевых. Тенор и сопрано с мировыми именами еще раз доказали классическое произведение «Вечные шлягеры». Ну, это проверяется временем, конечно, потому что много хороших песен, но всегда это сразу видно по реакции публики. То есть есть песни, как та же песня «Белоруссия», которую мы начинали концерт, это как раз уже классика. В рамках фестиваля звучал и джаз. Музыка свободы, импровизации, яркие голоса и тоже золотые шлягеры. Хиты Эллы Фитцджеральд и Луи Амстронга в исполнении современных музыкантов по вкусу могилевской публики. Джаз – это хорошая музыка, по-моему. Это очень свободный стиль, в котором можно открыть себя. Это та музыка, которую хочется слушать. Настоящим украшением фестиваля стала Ольга Пирекс. Для первой леди латвийского джаза ценны подобные ретро-проекты. Когда-то эталонно исполненная музыка, которая затронула струны души миллионов, просто не может, по ее мнению, не звучать сегодня. Конечно, есть очень известнейшие всем-всем-всем хиты. И когда мы, джазоисполнители, исполняем эти песни, сразу же публика встречает это все очень тепло и отзывается своими аплодисментами, и это доказывает то, что это действительно очень популярная тема. Спасибо, спасибо, спасибо оркестре большое. Радовать публику старыми песнями и любимыми мелодиями умеет Золотой Шлягер. И неважно, в каком стиле поют исполнители, главная атмосфера праздника, которую дарят популярные хиты прошлых лет, но уже в наше время. Дуэт Баккара появился благодаря встрече двух танцующих красоток на гастролях балета испанского телевидения. На рубеже 70-80-х все хотели жить и танцевать в стиле диско, и солистки идеально воплощали это желание. Дуэт менял составы, но песни Баккары до сих пор любимы. И снова в Могилеве на Золотом Шлягере. Ретро-звезды сменяют друг друга. В зале «Аншлаг», потому что вот так, воочию, на сцене в нескольких метрах известные певцы. Им, как и прежде, хочется подпевать. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Все это вспомнилось, как гуляли в общежитии, ходили на концерты, танцевали, дискотеки. Все, а сейчас это все сколыхнулось. Жалко, что мало. Грузинское многоголосие в исполнении вокалистов ансамбля «Батуми» пробирает, что говорится, до дрожи, колоритно и мощно. «Батуми» 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 Но все же женская половина зала больше всего ждала этого исполнителя и непременно эту песню. Проникновенный голос, чувственная мелодия куплета и эмоциональный припев. Народный артист России Александр Серов родом из украинского села. Его семья с крестьянскими корнями. Имея превосходный слух, без труда поступил в музучилище. В 30 лет впервые оказался в Москве и появился на экранах телевизоров. И до сих пор кумир миллионов женщин радует публику хитами. Один из последних на музыку белорусского композитора Леонида Шверина. Главное попасть в образ, а потом перебрать какое-то количество нот, которые лягут, как говорил Миколай Анжело, отрубить все лишнее. И самое главное для меня это попасть в образ артиста. То есть раскрыть артиста изнутри. Тогда ты сделал свою работу правильно. Но все же на 100% дать ответ, какая песня точно выстрелит, сложно. Люди пытаются вычислить, создать, придумать формулу, как это можно сделать, как написать хитовую песню. Бьются умы, но вот и ныне там. Шлягер рождается. Это таинство. Ирина Шведова – певица, автор песен, актриса, театральный режиссер. Выросла в Киеве в творческой семье. В 17 лет ушла из дома. Занималась музыкой и танцами. Но ошеломляющий успех пришел с хитом «Белый вальс». История о девочке в белом платье, которая в ожидании любимого кружит перед зеркалом, звучит почти три десятилетия. Закулисье – отдельная жизнь фестиваля. Совместное фото, автографы – это только тут. И снова встречи. Где мы еще встретимся, где мы еще обменяемся впечатлением? Мы встречаем только на площадке. Так оно и выходит. Во-первых, послушать свежие анекдоты, вы знаете, как здорово. Валерий Дайнека, пожалуй, самый частый гость фестиваля. Он не только пел на «Золотом шлягере», но и помогал его популярности. Мы были как-то в Ялте и просто увидели ресторанчик, называется «Червоная рута». Я говорю, слушай, давай зайдем, посмотрим. Я захожу, а там весь ансамбль Софии Ротару, которая аккомпанировала, с которым я работал, все мои друзья. И мы их просто вот так вот затащили на «Золотой шлягер». Белорусский музыкант родился в Минской области и окончил Минское музыкальное училище как альтист. А ровно 40 лет назад был принят Владимиром Мулявиным в «Песняры». В составе ансамбля исполнил легендарную Беловежскую пущу. В чем же сила такой музыки? Есть душа, есть судьба, есть история. Ну, я думаю, что это важнее всего. Дает, может быть, силы для творчества, дает силы для движения вперед, дает силы для просто жизни и просто быть счастливым. Силу музыки неизменно ценит певец и композитор Игорь Корнелюк. И хотя последние два года он осуществляет свою давнюю мечту, пишет оперу, несмотря на загруженность, он все равно здесь. Игорь Корнелюк родом из Бреста. С легкостью поступил в Ленинградскую консерваторию. Писал песни для известных советских вокалистов, а в 1988 году в телепрограмме «Музыкальный ринг» начал сольную карьеру. На сцене он всегда был непосредственный, с юмором, даже чудаковатый. И таким, подпевая в унисон, сегодня снова желает видеть его публика. Музыка для кино – еще одна страсть. Корнелюк сегодня один из самых востребованных кинокомпозиторов российского кинематографа. Он написал музыку к сериалам «Мастер и Маргарита» «Бандитский Петербург». Для меня шлягер, конечно, это прежде всего интонация. Интонация яркая. Описать это словами невозможно. Ну, как можно словами описать вкус апельсина? Как можно рассказать словами о музыке? Но интонация, я ее чувствую на каком-то подсознательном уровне, когда в ней есть пружина, когда она яркая, когда она вызывает какую-то эмоцию. И у меня всегда вот ухо, как локатор, настроено какие-то, когда я слышу какую-то яркую и вот такую мощную интонацию, я всегда очень радуюсь. Музыкальная осень 2017 удалась. «Золотой шлягер» в следующий раз придет в Могилев через два года. Любимые песни зазвучат вновь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин